И так называемый зверь с востока атаковал Европу. Такое название получил антициклон из Сибири, который принес морозы, снегопады и сильнейшие ветры. Погода уже унесла более двух десятков жизней. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Минус 20 и даже ниже Европа проснулась в морозных объятиях зверя с востока. Это абсолютно нетипичная погода для этой части мира. На юге Франции в это время года обычно плюсовые температуры, а сейчас зеленые пальмовые ветви в снегу. Для многих европейцев такие виды за окном – полная неожиданность. За всю свою жизнь я не помню такой погоды. Снег бывало падал, но чтобы так много и так сильно – никогда. За последние дни жертвами холодов стали 24 человека, по большей части бездомные. В большинстве центральноевропейских стран каждый вечер проводят рейды и забирают людей с улицы на ночлег. А в Брюсселе, чтобы избежать дальнейших смертей, даже собираются арестовывать тех, кто отказывается ехать в приюты. Мы получаем очень много звонков от прохожих, которые видят людей, спящих на улицах. Ночевать под открытым небом и так непросто. А в такую погоду, когда температура падает до минус 15, просто нереально. По всей Европе отменяют рейсы самолетов и поездов, ограничивают движение автомобилей. Закрыты школы и детские сады. В Британии предупредили о перебоях в подаче электроэнергии и работе мобильной связи. Мы приняли решение отменить рейсы. Не хотим, чтобы наши пассажиры застряли в снегах и льдах неизвестно где, без средств спасения. Я лично пришла на работу, но решила, что открывать школу рискованно. Снегопады не прекращаются, дороги опасны. Я просто не захотела подвергать риску сотрудников и учеников. Обычно сильные ветры над Арктикой сдерживают холодный воздух. Но неожиданно сибирские морозы все-таки прорвались в Европу. Такая погода продлится до конца недели. Для Великобритании эта неделя будет самой холодной за пять лет. А уже завтра на подмогу сибирскому антициклону придет шторм Эмма. Он принесет еще больше порывистого ветра и снега, местами еще и с дождем, что еще больше усложнит ситуацию на дорогах. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.